друзья всем привет извиняюсь сразу за видео снимаю с руки на телефоне просто заехал к старому клиенту выдалась поездка в нижний новгород и я думаю дай заеду сергей как раз позвонил мне старый наш заказчик вот эту баню мы строили пять лет назад баня из липы ох и получили мы там по шапке за эту баню то нам с углы кривые то руки нам оторвать то еще чего нибудь короче кошмар короче полный вот сергей увеличил уже участок у себя тут там малина у него яблони растут огородик с автоматическим поливом и наша баня с мансардой если помните тут террасочка небольшая была с холодным тамбуром вот террасу он увеличил уже давайте пройдем посмотрим что стало с баней из липы через пять лет я уж так тихонько постараюсь он найти чтобы мне не трясти камеры зараза не захватил камеру поехал так ладно в общем эта баня у нас пять на шесть с рубленой перегородкой с мансардой и я еще раз говорю вот здесь и раз . такая была у нас там терраса здесь был каркасный предбанник значит вот по кругу вот сосна вот липа липа треснула именно вот по центрам сразу покажу трещинки тоже не одна осина треска от липа тоже ее рвет треска заказчик очень банник доволен уже пять лет горит вообще красота сзади у него система полива обустроена здесь карнизы еще наши не широкие за которые тоже нам накидали в карму ладно с той стороны не буду обходить от ли вы уже врезали посмотрите этим врезали внутрь под ними вот они вот они врезаны прямо внутрь тут терраса эту терраса сейчас они увеличили горит большой компании собираются чтобы отдохнуть народу горит много вот такой у них столик большой языке распродажи взяли вот пожалуйста отдыхай не хочу большая большая там у нас комната отдыха здесь значит дверь поменял здесь были на клин двери двери ее поменял на пластиковая и вход в баню тоже сделал пластику значит проходим комнату отдыха здесь у него водоподготовка идет фильтры все это стоят полностью чтоб вода уже без извести заходила полы здесь утепленная мы утепляли это по моему керамзитом еще или даже не помню за пять лет могу ошибаться может даже и мин вата здесь значит черт чем обогревается только вот инфракрасник 1 инфракрасник 2 эта комната обогревается этими инфракрасниками и вот пожалуйста нашей печкой уже с дверкой посмотрите вот здесь у нас получается аккуратненько сниму там вентилятор он он тоже говорит включает иногда для продухов сюда знать что нас поднимемся здесь у нас сделано небольшая лестница и это еще делали все мы на второй этаж тут соображали что-то но мы второй этаж не утепляли они утепляли сами уже делали здесь вот такая небольшая комната усложить старые вещи еще что-то он такие полки сделал сергей смотрите вообще красота а здесь место для веничков проход труп сэндвичей крышу здесь вот отдыхать после бани полежать здесь вот под веники веники уже кончаются вот пол . под веники пожалуйста вот такая вот большая просторная комната получилось над баней 5 на 6 5 на 6 это длина сруба длина бревна внутри получается 4 на 5 чистый размер давайте сейчас пойдем дальше здесь и посидеть и все эти инфракрасники нагревают горит буквально за два-три часа баню нагревает плюс 10 до плюс там 15 пожалуйста 20 уже тут заходишь все теплые есть тоже поставил пластиковые дверь деревянные все поменял полы были проливные у нас обогревалась вот тем обогревателем нас ругали все инфракрасным что электрик часов в бане горит но я горит час сергей горит вообще его не включаю никогда у него теплый пол сейчас он провел теплый пол вот он все тут подключил все эти теплые полы и горит у меня тут теперь плитка с фартуком вот посмотрите срубу абсолютно ничего сруб сухой сохнет горит идеально моментально горит помогает очень басту сейчас покажу здесь значит у нас такая вот зона ядро облиться и значит небольшая лейка сделан на доске здесь все сухо посмотрите хоть и париться моются все сухо абсолютно он горит открывая окна открываю и вентиляцию открываю верхнюю он ту финскую басту закрываю значит здесь уже парная здесь стекло таки оставлено на трех петлях вот вот это липа еще раз повторюсь бане 5 лет здесь нас стоял королевский полок из бревен но он был узковатый горит на 3 бревна маловато горит он переделал сейчас сергей и сделал пошире басту очень нравится прекрасно горит работает всегда кстати горит закрываю финскую открываю басту когда топлю и очень не закрывают никогда всегда басту открыто там вот у нас открывашка у нее снизу при . здесь печка варварка великолепная горит печь пятый год еще раз повторю этой печки пять лет вот она до сих пор все служит работает вообще без всяких лишних проблем но сейчас он хочет ко мне перебрать и поставить сюда пушку могола то есть я предварительно сергеем поговорила мне рассказал когда что бане что поменял что изменил вот здесь такой угол выложил плиткой декоративно посмотрите красиво красота да и только так же он сделал отверстие вот здесь вот посмотрите просверлил буром тут и тут и эти отверстия выходят везде они выходят у него с той стороны но так просверлены насквозь и выходят вот сюда вот еще он он отверстия с той стороны тоже пусть небольшие небольшая вентиляция есть но зато всегда горит циркулирует даже в бане минусовая когда температуру всегда сухо никакого конденсата нет полностью все высушивает горит проблем абсолютно никаких нет в общем вот такая вот банька такое видео понравилось баня пальцы вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии что да как в общем давать на этой ноте всем пока всем добра до новых встреч и и